Итак, сегодня мой последний день, я иду в магазин под названием Lidl, это один из дешёвых продуктовых магазинов, прикупить что-нибудь себе в дорогу, потому что я наверняка сяду на карантин на 14 дней, и мне нужны будут продукты дома, чтобы что-то покушать хотя бы в первое время. Сегодня очень яркая солнечная погода, но так как я только что помыла голову, я пока буду в шапке ходить. Ну и я свернула на улицу, где находится Lidl, вон он уже там виднеется, здесь я ещё ни разу не была, сейчас посмотрим, что тут ещё есть. Какие красивые фонари. Это, наверное, какой-то отель. Ну а мы идём в Lidl. Вот он такой тут магазинчик, и люди в него приезжают на машинах, чтобы закупиться. Вот столько вывозят нынче продуктов. Интересно, какие там сейчас очереди в связи с вирусом. Посмотрим. Сегодня понедельник, утро. Кто-то в масках, кто-то без. Очереди были в выходные. Надеюсь, сегодня поменьше. Мне всё равно очереди огромные. Я даже, наверное, стоять не буду, потому что это... Ну сколько тут стоять? Минут 20? Хотя не так много. Не знаю, сейчас посмотрю, если что-то найду купить. Лучше я тогда в обычный Сейнсбуре зайду и куплю там. Люди затариваются даже в понедельник утром. Ну а по ценам что тут? Грокколи и цветная капуста. Сколько? 400 грамм. Стоит 79 копеек. Это 50 рублей. 400 грамм 50 рублей, значит, килограмм будет 120 рублей. Я тут привыкла есть вот такие всякие салатики, потому что их много. И стоят они дешево. 50-60 рублей. За достаточно большой пакет вот этих вот салатов, допустим, за 50 рублей мне хватит на 5 курицы. Тамазы. 1 килограмм. 1,49. Это 130 рублей. Ну такие тамазы, смотрите. Достаточно хорошие. Дешево? Дешево, да? Да, дешево. Это для меня самый лучший магазин. Это лучше, чем... Это лучше, чем в России, потому что это стоит довольно много в России. Я по-русски не расставлюсь. А, по-русски? Окей. А по-английски? По-английски тоже, но по-русски легче. Я просто снимаю, потому что я здесь жила, и люди не верят, что здесь получается дешевле. Особенно если сравнивать зарплаты. А, ну да. Это вообще очень дешево. Я из Литвы. В Литве все дороже. А-а-а. Все дороже, Литве. Но меньше зарабатывать тоже, намного меньше. Ну вот, да. Если сравнивать по зарплатам, это вообще... Разница очень большая. Ага. То есть у нас продукты примерно так же стоят, даже чуть-чуть подороже в России сейчас. А, в России, да? Да. Смотря где в России? Ну, в Санкт-Петербург. Ну да. В Москве-то, наверное, еще дороже? Ну, наверное, так же. Да, может чуть-чуть подороже. А, кстати, я ездила и по России. Там какие же цены, как в Петербурге и в Москве? Да, да. То есть и не важно, провинция это или Москва. Вот так. Ну, ладно. Ага. И вам все хорошо. Вот поговорили с литовцем. Огурцы, значит. Кюкембер. 57 копеек. Это 50 рублей вот такая штука. То есть у нас стоит 80 рублей. 90 сейчас. Вот такие салаты я привыкла есть. Спайси чикен, манго. Все тут стоит 100 рублей. Огромный такой, большая порция. Мне хватает на два раза такого салата. А, ну это такое же. Вот с тунцом. Свиткорн. То есть тунец, кукуруза, майонез, морковка. 140-150 рублей. Фиги вот эти я покупаю часто. Такие фиги. Стоят они. Это амонт 1,99. А фиги сколько стоят. В общем, в прошлый раз я их брала за 70 что ли копеек. Ну, это мне в дорогу. Фиги это инжир. Очень люблю сушеный инжир. И это я только в Лондоне нашла. Сейчас появляется и в России. Вот курица. Chicken legs. То есть пляжки. Окорочка куриная. Стоит 1 килограмм 1,75. Это 1 килограмм 150 рублей. Филе. 300 грамм. 1,55. 300 грамм. Где-то 110-120 рублей. Мясо. Корка. 480 грамм. То есть свинина. 1,89. 150 рублей. 300 рублей килограмм. И это без скидок. Бывают скидки. 500 грамм. Это белли. Это как живот. В общем, свинины. 2,19. Это 200 рублей. 500 грамм. Значит, 400 рублей килограмм. Кстати, тут продаются котлеты по-криимски. 2 штучки. 260 грамм. Стоит 100 рублей. Бывают вот с чесноком и травами. Бывают там что-то с сыром, с ветчиной. Теперь мне надо еще купить сыру. Сыр мама заказала. Твердый. Здесь очень хороший сыр. Вообще здесь молочные продукты очень хорошие. И плюс еще хочу купить рыбы. Форель. Тоже очень вкусная. Здесь продаются. Но сейчас найду, покажу. Ну и вот сыр. Чеддер. Экстра матур. Это очень твердый. И матур. Это Энд Кремий. Вот такой маме можно купить. 550 грамм. Всего лишь 3 фунта. И это где-то 270 рублей. 550 грамм. То есть килограмм это будет 500 рублей. А, ну в принципе, как у нас там. А, вот еще сырый. Отлично. Может быть такой тогда взять. 400 грамм. 1,79. Это 400 грамм. 150 рублей. Вот рыба. Это hot smoked. То есть подкопченая. 185 грамм. 369. Это примерно 320 рублей. Но она вот со всякими специями. Есть hot chili. А нет, цвет chili. Такая. Есть еще. Какие тут еще есть. Вот с такими. с перчиком. Пепа hot smoked. Я вот тут распробовала на днях вот эти. 170 грамм. 2,95. Вот такие. Очень вкусные. Они идут с добавкой с соусом. Просто кусочки. И плюс соус. Можно есть в принципе в дорогу хорошо брать. Поэтому я вот сейчас возьму в дорогу одну шкушку. Ну а также вот форель. Филе форели. 240 грамм можно купить за 250 рублей. В принципе цена как у нас сейчас. Когда по скидке продают. Код. Потом переведу. Я не помню как это по русски. 250 грамм. 250 грамм стоит 2,69. Это 230 рублей. Вот такие вот очереди на селф-сервис. Очень много народу. Наверное человек сколько? А, так селф-сервис уже тут где-то. Человек 100, наверное. Так. Мне надо еще крем. Вот будут батарейки. Порошок. В общем. А, вот. Крема здесь. Сейчас посмотрим, что тут есть. Ну, дезодорант. 69 копеек. Это 50 рублей. Очень дешево. То есть так вот, если походить, поискать, можно найти дешевые товары. В разных магазинах. Что я в принципе и делала. Я всегда искала в разных магазинах. Классик крим. Фейс-крем. Нет, вот этот вот, кстати. Интенсив серум. Я брала. Очень хороший. Мне понравился. Но он стоил 3 фунта. Сейчас. А, вот тоже, да. 3 фунта. Ну все. Чего-то набрала. Печенье маме. Шотландское она любит. Сыр, цветки, гимн, галя, рыба и крем. Пойду расплачиваться. Посмотрим, сколько мне займет это по времени. Расстоять. Селф-сервис. Кью. Уже она здесь начинается. И вот туда аж прямо уходит. Это селф-сервис, да? Да. Ага. Итак, сейчас 12.30. Посмотрим, сколько это придется стоять. Эту длинную очередь. У нас прям туда уходит. Такие мороженки я люблю. Толбовый чизкейк. Это клубничный чизкейк. А есть еще салтикараны. 2.19. То есть это 200 рублей. Вот есть горошек. 30 пи стоит банка. 265 грамм. Это 25 рублей. То есть есть цены, как у нас. Есть дешевле. Есть что-то подороже. Но в принципе на ту зарплату, которую получают они, это очень дешево. Даже ту зарплату, которую получала я. Еще продукты везут. То есть продукты есть, но люди приходят, закупаются. И не успевают выставлять работники магазина. Потому что вот так вот полки остаются почти пустыми. И надо все это быстренько, быстрыми темпами загружать снова. Потому что люди скупают все подряд. Кстати, пока стоим про пиво расскажу. 4 банки по 500 миллиграмм 3 фунта. Это 250 рублей. И 440 миллиграмм 69 копеек. Это 50 рублей. 440 миллиграмм арбуз. Не знаю, что это за пиво. 79 рублей. Ну это 55 рублей. 79 копеек, кстати. Кстати, понравился дизайн спидфая. Очень интересный дизайн. Спидфай – это британский самолет, мировую войну. Итак, и стоит он один шуб. Это 80 рублей 500 миллиграмм. Такой вот спидфай. Ну, в общем, так все это выглядит. Но очередь, в принципе, быстро идет. Уже 5 минут стоим. Уже почти подошла к кассам. Итак, мы сейчас будем сканировать. Раз. И сюда. Счет брает. Это на ману. Все сюда. 179. Отлично. Это 3. Да, чуть больше 20 фунтов положить. 22 фунта, 1 пенс. Finish and pay. No пакет. Счет брошь. 2 пенки. Ну, вот и все. Забрали. Пошли домой. И вот столько народу. Все закупаются. Все что-то делают. Все куда-то прут. Все покупают очень много продуктов. Но, в принципе, очереди идут быстро. И просто товары не успевают раскладывать работники магазина. Поэтому полки пустые. А так-то, в принципе, все есть продукты на месте. Поэтому никакой паники не должно быть. Ну, вот, пожалуй, и все на сегодня. Такой вот магазин Lidl. Все, что я купила, например, сегодня, 2000 рублей. Это два раза погулять с собаками. И сходить в магазин и закупиться вот в такую вот сумку продуктов. Ладно. Whatever. Пока. Продолжение следует.